Всем привет! С вами Игорь. Наконец-то я съездил по материалам для солнечного коллектора. Скупился, так сказать. У меня на сегодняшний день уже практически все есть для его сборки, изготовления. Сегодня видео я хочу посвятить именно поликарбонату. Вот он у меня стоит, я ее потом покажу в деталях, какой он, расскажу, почему я именно поликарбонат выбрал, почему именно такой. Ну что я считаю, что вот эта передняя стенка, светопринимающая, светопрозрачная коллектора, это самый, так сказать, важный узел, важная деталь в солнечном коллекторе. К ней больше всего требований. Она должна быть и теплой с одной стороны, и максимально светопрозрачной. Ну, об этом позже я расскажу в конце видео. Сейчас расскажу, какие у меня есть материалы, что я закупил и для чего. Так, ну, прям по чеку пройдусь. Пенопласт 30 миллиметров, это для 25-й плотности, это для утепления задней стенки. То есть у меня задняя стенка будет с пенопласта утепление. Но, так как пенопласт это такой неэкологичный совершенно утеплитель, он удобный, практичный, имеет конструктивную жесткость, его можно куда-то приклеить, вставить. Ну, в моем случае это как бы идеальный вариант пенопласта. Вот минвата, она как бы не совсем подходит мне. Вот, ее надо какую-то рамку делать, куда-то запихивать. Ну, короче, с минватой там сложнее было бы. О, а вот пенопласт хорошо подходит, но вот он, все знают, что он при нагревании воняет. Я придумал взять, приклеить его к ДВП. То есть, вот эта вот сторона, что будет контактировать снаружи, там ничего не будет на улицу, просто будет пенопласт. К стене будет, так что он гореть на солнце не будет. А вот эта внутренняя часть, там, где будет проходить воздух, циркулировать из дома и в дом, опять же, его надо закрыть чем-то. Вот я придумал ее закрыть ДВП-шкой, просто приклею ДВП к инопласту вот этой пеной, не монтажной, а там есть пена с минимальным расширением, ну, короче, пеной полиуретанной. Приклею, такой сэндвич сделаю. ДВП, оно экологичное, это просто дерево, вот, так что, думаю, нормально будет. Вот, дальше, что я купил? Ага, пенопласт, ДВП, лист оцинкованный. Кстати, лист оцинкованный у меня метр на два. Что хочу посоветовать, если надумаете делать коллектор, то вот такой вот размер, именно метр на два в рабочей части, это самый оптимальный размер, так как все материалы строительные, они идут примерно такого вот размера. Оцинковку вот я взял метр на два, ну, там плюс два миллиметра, что-то такое, ну, можно сказать, что метр на два. Поликарбонат, он тоже там идет такими большими листами, но его режут метр на два, то есть он там как раз режется, вот метр на два, и там, где я его брал, они его другим размером, ну, там, у них не получится порезать, потому что будет отхода много, они вот так вот могут порезать метр на два, там полтора или как-нибудь по-другому, это там не получается. Вот как раз самый такой размерчик. Потом тоже пенопласт идет, листы метр на метр, метр на пятьдесят, то есть везде можно вот этот вот метр на два, короче, самый такой оптимальный вариант для нашего солнечного коллектора. Минимум отходов будет по стройматериалу. Вот, дальше, лист оцинкованный, я вообще-то думал его брать самый тонкий, 0,3 толщиной, вот, но потом я приехал в магазин, вытащил этот 0,3, ну, он вообще никакой, он его в руках даже держать, вот так вот поставил, даже согнул его, чтобы он стоял, он не стоит, он такой падает, он стремится упасть вообще в любом состоянии, его никак нельзя, он только может лежать. Вот, ну, для мелких каких-то изделий, я крылья из него сделал, для ветряка, то нормально его гнуть хорошо, там, трубу согнуть, там, что-то такое, то нормально, а вот для коллектора я посчитал, что, ну, как бы не очень мне понравилось, потом я вытащил, пошел 0,5 толщину, ну, 0,5, да, уже такое более-менее держится, ее можно поставить, он стоит, под стеной даже можно поставить, ее подпереть, он стоит, не падает, вот, но он немного дороже, конечно, ну, что поделаешь, уже взял 0,5, хотя, можно было бы даже взять и не оцинковку, можно было бы даже взять обычный черный лист металла, метр на два, ну, там не было, где я брал, там как раз и не было вот этого черного, черный был в другом месте, и так же сам он бы грелся, так как я все равно буду красить, этой селективной краской, кстати, я ее тоже уже заказал, приехала она мне, у нас на Украине, это 400 гривен, килограмм ее получает, не литр, а килограмм, специальная селективная краска для коллекторов, какая-то промышленная, там греческая, греческого производства, и растворителя мне тоже, впарили к ней, ну, типа какой-то особенный растворитель, но я что-то не верю, что он какой-то особенный, но там идет классификация, какая-то европейская, вот, не наша, и подобрать его, как бы такой же самый купить, я даже не знаю как, поэтому взял уже и с растворителем, там пол-литра, потому что сказали, что густая, вот, да, только, значит, я взял оцинковку, вот, метр на два, 0,5 толщиной, потому что я говорю, 0,3, как я планировал, она мне показалась слишком жидкой, какой-то, дальше, труба канализационная, ПВХ, ну, это воздуховод, это, у меня коллектор будет стоять на чердаке, на фронтоне, фронтоне чердака, это как раз у меня южная сторона, я потом покажу, вот, и вниз надо будет опустить воздух, и поднять, и опустить, то есть у меня будут выход и вход возле пола, и забор воздуха, и выход горячего возле пола, будет дальше, и для этого я взял вот эти вот канализационные, ну, они недорогие, там, повитропровод, венц, а, гофра, алюминиевая гофра, это, чтобы соединить эти все там, и плюс еще там я взял вентиляторы, два штуки, ну, про вентиляторы я, наверное, отдельное видео сниму, почему именно два штуки вентиляторы, какие они, ну, там, канальные, они так прямо, гофра с одной стороны, гофра с другой, ну, удобно монтировать как раз, так, фляньцы там всякие, пластиковые, ну, это подсоединиться к пенопласту, задней стенке, коллектору, мне надо флянец, колено, это снизу, там будет выходить воздух, вентиляторы, ну, как, вроде бы и все, там, пена, про селективную краску я уже говорил, вот, и поликарбонат, да, теперь, как я обещал, расскажу про поликарбонат, потому что это самый такой, ну, выбрал я именно поликарбонат, переднюю стенку, стекло, я считаю, для зимы, это, не вариант, но стекло, ну, что такое стекло, для лета, да, если в одно стекло, оно холодное, ну, там, я так подумал, одни минусы от этого стекла, оно холодное, тяжелое, с ним тяжело работать, ну, представьте, себе, лист метр на два, разбить можно, вот, стеклопакет, я читал, в ютубе, даже смотрел, много информации об этом, лопатил, пока, вот, это все планировал, думал, то пишут, что пакеты двойные, они лопают в коллекторах, ну, я думаю, наверное, из-за разницы большой температуры, там, если, может быть, снаружи, минус 10, например, светит солнце, в коллекторе плюс 50, то это 60 градусов разницы, понятное дело, что стекло, не то, что не выдержит, ну, короче, я от стекла отказался, в пользу поликарбоната, вот, он легкий, теплый, вообще, поликарбонат, там, если смотреть, он очень разный бывает, очень разной толщины, утепленности, перегородок, вот этих там, всяких разных, вот, но мне, так сказать, получилось взять то, что я хотел, то, что я хотел, поликарбонат взял я, вот, сейчас я покажу его, наверное, вот, вот такой он, с торца, видите, да, сантиметр толщина его, вот, и внутри, у него, кроме поперечных перегородок, ребер жесткости, есть еще, продольные перегородки, видите, да, получается, у него, раз, два, три, перегородки, внутри, это четыре камеры, внутри у него, получается, четыре камеры, видите, да, внутренние перегородки, тоненькие, но, они свое дело, теплоизолирующие, будут выполнять, вообще, он очень толстый, то есть, крепкий, вот, его даже пальцами, невозможно сдавить, такой, ну, очень мощный, хороший поликарбонат, вот, у него, сейчас я покажу, вот, с двух сторон, нанесен, ультрафиолетовая защита, вот видите, да, стрелочками солнца, и с двух сторон, вот, это важно очень, ну, в основном, производители наносят, с одной стороны, и пишут там, на поликарбонате, на пленке, защитной, есть, маркировка, с какой стороны, именно этот, ультрафиолетовый слой, это очень важно, чтобы он у вас не рассыпался, если вы не той стороной, поставите, вот, тут даже есть, написание, ну, типа, такая, коротенькая инструкция, на, где тут у нас, чешский, японский, китайский, а, вот, русский, защищен от воздействия, ультрафиолета, с обоих сторон, высокая термоизоляция, высокая устойчивость, против механических воздействий, он очень, действительно, крепкий, вот, это за информацией, вот, это вот, верхняя сторона, а, непроницаемый слой, нижняя сторона, б, дышащий слой, я так понимаю, что, эти каналы, надо закрывать, насколько я понимаю, может, я что-то не то понял, что это за, непроницаемый, дышащий слой, то пишите в комментариях, если знаете, ну, и пленку преудалить, сразу после монтажа, вот, еще покажу, прозрачность какая, у него, где-то у меня тут, с угла, я пленку снял, с двух сторон, видите, прозрачность, очень хорошая, руку видно, вот, ну, палец, все, все, ну, мне, короче, понравилась, прозрачность, это, даже если чек взять, поставить, то, видите, даже видно, что написано, вот, эпицентр, через него, даже буквы видно, вот, вот такой вот я взял поликарбонат, вот, вообще, еще хочу немного рассказать про поликарбонат, почему я вот именно выбрал вот такой поликарбонат, потому что там смотрел видео про коллектора, там разные выбирают поликарбонат, и более толстые, ну, толстые я не захотел, потому что он, у него там, получается, вообще поликарбонат, это компромисс между светопроницаемостью и теплоизоляцией, то есть, с одной стороны он должен быть максимально теплый, с другой стороны он должен максимально быть светопрозрачный, но, вот эти две понятия, два понятия, они между собой, как бы, конфликтуют, то есть, он не может быть и максимально теплый, максимально прозрачный, что-то надо выбирать, или какой-то компромисс между этими двумя факторами, вот, и там получается, таблицы есть, ну, кому интересно, можете в интернете найти, там таблицы светопроницаемости, теплоизоляции, толщины, то там получается 10-ти миллиметровый, вот этот 10-ти миллиметровый толщина, он пропускает около 80-85 процентов света солнечного, 16-ти миллиметровый, это уже, там, на размер больше, он идет 4-6-8-10, а потом сразу 16-ть и 20, или 22, что-то такое, или 25, уже не помню, по-моему, 16-ть и 20 миллиметров, ну, следующий размер, то у 16-ти миллиметров, уже на 10-ть процентов, светопроницаемость упала, то есть даже независимо от количества перегородок, вот этих камер, у него уже на 10 процентов светопроницаемость упала, у 20-ти миллиметрового еще на 10 процентов, то есть 10-ти миллиметровый, по сравнению с 20, это 20 процентов потери светопроницаемости, хотя по теплоизоляции он выиграет, потому что он толстый, там больше этих перегородок, но зачем нам теплоизоляция, если мало будет проходить света, короче, я подумал, решил вот такой вот выбрать, он, ну, как бы, я решил, я так считаю, я думаю, что это самый оптимальный вариант для коллектора, это он и не толстый, и у него 4, или сколько тут, да, 4 камеры, получается на 10 миллиметров, это, я считаю, это хорошо, и прозрачность нормальная, и теплоизоляционные свойства тоже хорошие, вот, да, ну, это тоже поликарбонат импортный, какой-то австрийский, вроде бы сказали, вот, ну, там, в принципе, самый дорогой, от самого дешевого, не сильно и отличается, я так посмотрел, ну, по цене, в смысле, в смысле, брать от той тонкий, я ее так щупал, ну, он вообще такой, никакой, он продавливается пальцами, там, практически, ну, вообще, качество, вот, и вот этот, который, ну, жесткий, потому что на него и ветер будет давить, и град там может быть, ну, все такое, так что, я считаю, что вот именно на вот этой передней стенке, на поликарбонате, экономить не стоит, можно сэкономить на абсорбере, то есть на металле, взять не оцинковку, взять обычный черный метал, он будет дешевле, и ничего от этого не, хуже не станет, потому что он все равно будет краситься черной краской, там, можно еще на чем-то и сэкономить, но, вот именно на поликарбонате лучше не экономить, лучше взять качественный, крепкий, чтобы он стоял у вас, и все это работало, вот, ну, что может быть не сказал, забыл, то спрашивайте в комментариях, пишите, что вы про это все думаете, о, следующий ролик по коллектору уже будет скоро, у меня уже рамки почти готовы, деревянные рамки будут, все это будет туда вставляться, я буду показывать каждый, так сказать, этап сборки, ладненько, все, всем пока, до следующего видео, до следующего видео,